всем привет дорогие друзья с вами марс мы продолжаем проходить the valent hearts не помню когда была прошлая серия но 8 мая 1916 года отряды недели захватить форт дуамон ключевой пункт германской обороны я понял понял так ходим стрелочками я понял это было побежали якс ну тут мы все сделаем довольно быстро это на team to do 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 там но и и и и А! Я не сделал это! Я не сделал это! Ага! О, нет! Ага! 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 Волк! Слышь! Все! Сработало! И вот на этом моменте мы закончили в прошлой серии. К сожалению, чекпоинта не было, но да и ладно. Так, сегодня я более-менее собран, но, к сожалению, немножко уставший, потому что все-таки работа была. Такс. Мы находимся на каком-то заводе. Ты что упоротый? Нафиг! Окей, а как это... Как это реализовать? Я вроде бы понял, но... Такс. Хорошо. Сейчас таким же макаром разберемся и со вторым. А не, нифига. Со вторым так... Не получится. Блядь. Ммм... Как же это сделать? Как же это сделать? Волк! Верни. 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 Верни сейчас. Я не понимаю, что это даёт, но ладно. А, всё, дошло. Вот так это должно работать, по идее. Так, чё-то туго-туго. Блядь, слабо. О, прям туда, куда нужно. Хорошо. Собака, надо было кусаться за штаны там, держать их как-то. На ничё, мы вас настигнем, фашисты проклятые. Сдаюсь. Профессор, спасибо. Угу. Спасибо, профессор. Это чё за говно? Ага. То есть теперь Эмиль должен помочь ему. Хорошо, вперёд. Слышь, я стараюсь. Да не ори ты, мать твою. Ну нафиг, мудак. Такс. Ща, подожди. Успеется. Бля, чё вас двоят. Фига. Как это сделать тогда? Ни собаки у меня нету, ни каких-то других возможностей. Кто-то сделал. Кошмар. Кто-то сделал. Вообще ужас. Не, ну, следующих я не пройду. Поэтому, давайте посмотрим, чё там сзади. Да не ной ты. Такс. Давайте пробежимся по линии земли. О, стоп. Чё-то нашёл. Да иду я, иду. Да, ничего. Не понял, на кой ляд это было сделано. Наверняка не так. Что-то херня какая-то, не понимаю. Как это должно быть сделано? Ладно, сейчас будем думать. Поехали! Ну на кой чёрт мне этот огонёк? Не могу врубиться. Ну она чё-то как-то не очень работает. Ладно, сейчас. Ну я хер его знаю на самом деле. Может это как-то надо, чтобы отрикошетило. Как-то так. А-а-а-а. Давай туда им. Лови ещё. Ага. Ну всё. Ну на этот раз я понял. По крайней мере чё делать надо. Но это не очень. В принципе. Ну, просто додуматься. Ну ладно. Хорошо, что хоть без подсказок. Такс. 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 На тебе. Героическая музыка. Пафосный момент. Круто. Хотя форт был частично разрушен, немцы смогли его удержать. Операция провалилась. Это новая глава, я подозреваю, да? Да, глава 3. Маковые поля. Напиши про себя. Как вы там? В Сен-Миеле стало спокойнее? Карл узнал, что все стало намного хуже. В последнем письме Мари сообщила, что их сын тяжело заболел. О, черт. Карл понял, войне не будет конца и принял решение. Нужно бежать. Бежать? С лагеря военнопленных? Карл, это не лучшая идея. Кусачки нужны. Там есть кусачки. Пожрать собаки бы что-то притащить, да? Там, на втором этаже. Там, на втором этаже. Тебе нужна аптечка. Ладно, пошли отсюда. Всем, блин, что-то надо. Так, жизнь в лагере военнопленных. Читать не буду. Потому что и так знаю, все было очень и очень нелегко. Да что-то тут все не очень очевидно, я вам скажу. Большая такая локация, честно говоря. Вода нужна. Ай, ёпта. Бриллиант. Бриллиант. А че ты творишь-то? А, подожди, так вода с этой стороны, да? М-м-м. 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 Это че-то как-то смысла пока немного имеет. Но вот эта вода на улицу, да? А вот эта вода хер знает куда. А вот как мне повернуть вот этот вот кран? А, вот. Судя по всему, как-то... Как-то так, да? Ну, это, блядь, великолепно, на самом деле. О, господи. Короче, не спрашивайте меня, ребят, это очень очевидно. Надо, оказывается, подвинуть эту трубу, блин. Это... Да, это... Крайне простая, очевидная вещь. Почему я не догадался в первые пять секунд, я даже, как бы, не знаю. Так, ладно, вроде как с водой потихоньку разбираемся. А, черт его херни. Господи. Так. Ну. Замечательно. Но как мне теперь сделать так, чтобы оно все пошло? То есть, вот эти вот двигаются, да? Не, блядь, верни так, как было. Ага. А так, как было, не получается. Ммм. 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 А, вот, все, дошло. Ммм. 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 Оооо. Да. Фух. Это было непросто. спасибо так теперь нам надо вернуться назад где-то туда на второй этаж я не сюда куда-то сюда по-моему да на второй этаж вот давай сюда аптечку и пойдем отдадим ее тому страждущему человеку не-не-не на держи подожди не знаю зачем я это забрал но допустим так тут больше ничего тут уже забор колючка кого-то пытают в 1 тут мы все сделали письмо какое-то спят тут ребята а че это такое ну ладно пацаны спите раз такое дело так что тоже колючка опять же это это кому-то на первой локации вообще должно было быть да и че и че и как и и это конечно просто бриллиант на самом деле но она мне никак не помогает хм зачем мне эти овощи аааа все куда проще хорошо тогда все было довольно таки просто и 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 август 1914 не прочитал какая-то церковь так ты жив американец свадьба похоже у него была свадьба вот что случилось началась бомбежка и его судя по всему будущая жена ну то есть невеста погибла во время бомбежки о боже мой тогда мотивы нашего правого солдата известны давай вытяни его малыш спасибо ясно нужна электрика давай ты блять вставляй может не хочешь мне давать пробку ты чё мне предлагать вот сюда да тут все плохо на самом деле нож коллектаблс а на кой чёрт я понял ну понятно тут в принципе не сложно тут я как то сразу догадался что нужно делать ну а на кроме ну а Так, ну у нас теперь есть собственный мопед. Че, приехали? Да, тут понадобится пушка. Продолжение следует. 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 Ну че, я же вроде сделал, нет? Вот так, что ли? Ладно. Давай подсказку. Ммм, ну хорошо. Такс. Думает это у нас ровно. Ну, и че? Ну, ясно ж понятно, что тут нужно повернуть вот так, да? А здесь вот так. Ну, хорошо, давай вторую подсказку. Я не вдублил, че надо сделать, но допустим. Просто не спрашивайте меня, как я это сделал и зачем. Это должно быть так, а это должно быть... Я, блядь, не знаю, как это должно быть. Ну, в любом случае, сначала эту штуку надо повернуть. Вот. Вот. На, блядь, профессор. Ну-ка. Подсказки еще такие не очень очевидные, конечно. Ну, мы справились. А, блядь, блядь, блядь. 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 Да, да, по-любому, очень очевидно. Такс. На нахер. Мы выходим. Бежите, блядь. Блёнки. Ну-ка. Меня так просто не взять А, попали А чё, всё сначала? Блин Ну ладно Туда давай Хорошо, идём Для нас это не проблема Для нас это не проблема Так Нейтральная зона Нейтральная зона называют участком между траншеями воюющих сторон Его ширина составляет от 50 до 1400 метров Так, днём нейтральная зона находится под постоянным наблюдением И любой, кто смелится показаться из траншей, тут же получит пулю Однако по ночам обе стороны устраивают в этой зоне заграждение из колючей проволоки Ну понятно, в принципе, ловушки там минируют Короче Делают всякого рода подляны Чтоб не могли пройти на их территорию Отличная машина Дали бы мне, конечно, королевского тигра Но это, к сожалению, игра про Первую мировую, а не про Вторую Французские солдаты встретили везунчика Фредди как героя Эмиль написал Анне, что её отец освобождён и уже вне опасности Но Эмиль и Фредди воссоединились ненадолго Да Что-то пошло явно не так Ну, в очередной раз 14 мая 1916 года Фредди отправили на Сому А полк Эмиля разместили в окрестностях стоящей на холме деревни Деревня называлась Лукуа Здесь боевые действия ушли под землю Надёжно засев в траншеях, противники начали рыть туннели Началась подземная война Да Ясно, дорогие друзья Ну вот, вот такая вот серия получилась Вся в геройствах Всем спасибо за просмотр С вами был Марс До новых видео И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok